всем привет привет вы на канале дневник натали доброе утро друзья сегодня 29 декабря 5 часов 50 минут утра присоединяйтесь на утренний кофе у нас все нормально программка погоды показывает минус 4 градуса и снежок мелкий действительно за окошком мелкий мелкий снежок идет потом я думаю будет покрупнее обещают на сегодня прям снег и сейчас я вам даже скажу но показывает на целый день посмотрим пока мы у нас такая вот на 4 дня вот от минус 4 до минус 6 градусов и сатурника будет еще больше минус минус 7 минус 10 и в четверг минус 15 так что вот так зима зимушка зима настоящая со скрипучим снегом друзья сегодня друзья такой день двадцать девятое число моей мамочки царствие небесное исполнилось бы семьдесят четыре года в этот день мы всегда наряжали елку и когда мама приходила с работы мы для нее и включали и как вот как подарком как праздничным настроением и много много лет мы всегда вот даже в нашей семье всегда елку наряжали двадцать девятого числа память о маме сейчас у нас елки нет но воспоминания всегда живы и всегда они знаете теплые греют душу мама есть мама светлая память мамочки ангел-хранитель друзья все кто не с нами наши родные всем светлая память и царство небесное мы ничего не можем изменить спасибо друзья всем за поддержку за комментарии за ваши теплые слова некоторые комментаторы со своими комментариями просто поражают они даже мне кажется больше знают нашу жизнь чем мы стали ну вам наверно по ту сторону экрана виднее пишите а я друзья хочу вас спросить возник такой прям вопрос очень интересно ваше мнение вы увидите дальше видео кто сможет ответить очень будет интересно почитать ваше мнение может ваш опыта может вы знаете ответ на этот вопрос буду вам благодарна также у меня спрашивали сколько семей живут здесь в мутаке и все ли украинцы ну прям за весь мутак сказать не могу а мы живем на втором этаже у нас сейчас живет пять семей и как я понимаю две семьи но я их еще ни разу не видела вроде как бы они и здесь и живут у родственников обувь стоит на полочке возле дверей а людей я не видела и у нас практически все украинцы в одной комнате живут темненькие девочки вот ну на первом этаже ребят не знаю тоже говорят что есть темненькие но практически мы на первый этаж не ходим общаемся с людьми ну вот на улице так встречаемся а так что прям всех знать не не знаю у нас небольшой мутак небольшое общежитие все тихо спокойно всем все хватает и печет и санузлов и душевых и стиральной машинки нет такого что вот тебе прям надо надо и все занято и ты ждешь очередь нет все нормально что ребятки присоединяйтесь на кофе йог спасибо за комментарии спасибо за ваши рецепты которые вы прислали как приготовить кофе все читаю спасибо ребятки ну пока я пью растворимый может наступит день когда я буду пить заварной кофе и попробую ваши рецепты спасибо большое так что я продолжаю пить утренний кофе а вам приятного просмотра друзья и жду ответа спасибо вам большое мера добра здоровья все будет обязательно хорошо мы перевернем страничку светлое мирное будущее завтра доброе утро друзья у нас идет мелкий снежок вышли с шикелюшкой на улицу мы с ним будем первооткрыватели или перво шагатели смотрите какой снежок ой как он скрипит пошли шикелюш пойдем 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 ой 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 идем 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 сколько снегу намело да все белым белым бело машинки в зимних шапках елки сейчас девять часов двадцать пять минут утра увидел собачку повели на прогулочку большую сейчас хоть потеплее вчера вышли вечером ох а холодильный было морозно так мы под этот костюмчик еще его оранжевый костюм одевали тут стерняшечкой кто помнит и капюшон на голову чтоб уши не замерзли минус двадцать показывала прям я не снимала потому что руки даже мерзли в перчатках мы бегом бегом прогулялись и назад то сейчас у нас минус восемь сколько снежка сегодня на целый день снег обещает утром вы уже видели в предыдущем видео как летел снег прям хлопьями сейчас мелкий мелкий идет вот всю неделю будет снежок осадки показывают 12 сантиметров будет шикелюшка в сапожках потому что ну холодно еще посматриваем ему другие сапожки купить знаете такие помягче может войлочные думаю них будет потеплее и курточка у него теплее есть комбинезончик на только найти в сумках где она все лежит до зайчон очек чтобы вот на более такой минус можно было надевать какая красота спасибо огромное друзья за поддержку за комментарии все читаю стараюсь отвечать на ваши вопросы там ряд шекелю холодно лапочку подымает заднюю ребятки он кто новенький на канале не знает шекеля лапка прооперированная у него тоже железо стоит в суставе и на коленочке двойная операция была поэтому не за холода подымает а сейчас извините слышали мы такую информацию что вроде как есть страховка на собачек поэтому узнаем как что сколько стоит что в страховку входит тогда расскажем так пока мисс не знаем но такая информация есть будем узнавать активит клинике так что вот смотрите шекелюши бегает нормально все все хорошо он и летом бывает бежит вот так вот лапку заднюю подымает уже что есть то есть полностью не восстановился малыш сказать все будет хорошо обязательно да снежный мой мальчик снежный мальчик так он радуется снегу все ему интересно балуется к нам приехала такси может и не к нам да не к нам бы к ближнему дому такси здесь очень дорогой проезд дорогой вот чтобы на автобусе проехать один билет стоит 40 крон ну тоже я не знаю кто говорит это еще зависит от расстояния если дальше то больше будет стоить и я знаю что билет вот как в израиле ты покупаешь и он действителен в течение 90 минут полтора часа если ты какие-то свои дела по быстренькому едешь сделать то поэтому билету ты можешь вернуться назад бесплатно сохраняя этот билет и показывая водителю а так конечно если ты не успеваешь то назад тоже 40 крон так или покупаешь проездной мы еще не знаем сколько проездной здесь стоит как бы это уже когда переедем отсюда уже будем более точную информацию знать у нас будет куратор который будет разговаривать на русском и уже больше вопросов мы сможем ему задать и понимать ответы что вот как то так все потихонечку ребята я знаю вы спрашиваете знаете знаю что вы ждете от нас ответы но еще еще вот мы сами ждем сейчас праздники пока 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 мы еще не знаем ответы на свои вопросы но все все будет все будет как мы будем по мере поступления информации узнавать будем отвечать на вопросы не все от нас зависит уж такая жизнь все пошли мыши келюши дальше вокруг нашего здания обойдем и пойдем домой на завтрак дальше келю не вышли на улицу хотим пойти прогуляться снежок подышать свежим воздухом может зайдем какие-нибудь подышать вот это надо так что идемте с нами я надеюсь будет интересно такой снежок крупненький летит медленно как такового сильного ветра нет все в снегу снежочек белый пушистый кстати вороны кричат где-то там слышу их а то спрашивали вороны голуби где дятла видели есть есть ребятки есть красота вот друзья это кинотеатр сейчас посмотрим что у нас какая афиша смотрите вот такой фильм аквамэн аквамэн мультик так вот еще мультик красочный так конвой и наполеон площадь нашего городка елочка светится так показываю голуби вот на верхушке здания вот такая красота деревья просто белоснежные глаза воспринимают просто как восторг вот идем на мост смотрите конг свингер бру 1949 год хочу вам показать речку глума видите она не замерзает середине большое течение прибежала стык красивый вид посмотрим не знаю это пена или лед а что это артур пена или лед снег такое течение щука где ты по щучьему велению по моему хотенью ловись на крючок где-то там она есть если она есть то ее нужно съесть а чтобы съесть нужно ее поймать вот там вот железная дорога видите там состав стоит подсветка на мосту а там вот друзья второй мост видите на ту сторону дальше не видно и вот там вот еще тоже скорее всего мост но далековато не видно телефон так не приближает вот речка реченька речушка вот смотрите бургер шестьдесят пять крон пицца девяносто пять мы в запорожье покупали пиццу четыре сыра по девяносто пять по моему не помню уже а вот наверное большой бургер 95 пицца и почистили красиво ой какие сосульки я не помню анатолий по моему или слава нагрузки не помню кто-то написал наташа надо не водичку в чашку с кофе а сосульку она здесь чистая до снег чистейся ребятки хотела показать вам табло не знаю но тут мигает так не видно что она обозначает мне не получается какое-то вот преломление уже и так и так не получается показать что написано очень жаль не знаю да вот видите ладно и с этой стороны тоже не видно зона отдыха вот такие ребята тюльпаны миники такие тюльпанчики я не знаю а я на них смотрю и мне кажется знаете как подснежники как вот сказки 12 месяцев вот такие мелкие миниатюрные розочки это азалия везде красивая не знаю как называется какая-то роза не знаю и вот красота тут разные вот такая наподобие у нас была давным-давно женское счастье смотрите мини орхидейки маленькие маленькие цветочки вот такая фиолетовая такая с розовинкой и там вот рыжуха цена ой ну 189 симпатично симпатично какая красота там желтенькая здесь белая с розовым беленькие чисто беленькие вот такая у меня была но это менее у меня были большие беленькие красиво но для того чтобы орхидеи цвела нужен нужно много подсветки это рождественник сколько цветочков прям вот корзины 130 крон и вот новогодние смотрите вместо елочки тут он палочки с корицей шишки свечки игрушки 110 крон декоративная как я обожаю маленькие игрушки смотрите здесь внутри такие знаете шарики так кто здесь собака вот такой не знаю это хрюшка это или белка или барсучок барсучок наверное это слоник мишка ой бычок бычок это кто у нас ой пес так хочется сказать белый бим черное ухо ой тибу зимой а дети кстати любят вот такие игрушки олень какая сова какие глаза как у шрека ой какая совушка смотри с крылышками с хвостиками прелесть и здесь еще вот не показала лисичка 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 зато есть носок 99 крон а сова то где нет это не сова сова улетел сова подарок вот смотрите вот такие снегоходы смотрим ну 99 крон сейчас такие ну такие вот 40 по 46 не знаю надо что-то купить чтобы не скользить носочки норвегия такие вязаные такие знаете поднес надо что-то одевать тоненький носочек потому что такие колючие маленько такие вот прям теплые теплые 99 100 крон они здесь одни одна пара внизу тоненькие носочки холодильники гудят вот смотрите вот такой лук 25 60 тут килограмм упаковки взяли упаковочку лук закончился а вот если на развес брать будет 29 60 вот такой лук чуть крупнее вот смотрите тридцать девять ой не видно так 39 57 за килограмм ну дорого вот такой синий маленько отсвечивает вот вот такой лук видите вот это за килограмм а за две штучки 20 чеснок ну чеснок у нас еще есть мы там три чесночины взяли с собой еще от володи литвина спасибо большое это вот 79 80 за килограмм вот такой чеснок 204 вот такой 174 и вот две головочки 17 грамм а вот такой длинный лучок вот такой стоит 67 смотрите это помело вот такая цена вот такая цена арбузики вот такие дыни и вот такие дынь и вот такие бананы и вот такие бананы 2670 а по моему связочка 1490 ну винограды яблочки вот это манго 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 яблоки по акции нету яблоки вот и 34 и 29 и 41 самые дешевые 25 60 груши 41 10 и 39 вот такие красивые креветки они небольшие но цену я не знаю не знаю ребят куда посмотреть какая цена это крабы смотрите как их продают панцире что-то отличие я особо не вижу одна клеща маленькая это вот такая цена а это вот сумочки видите сюда можно набирать продукты и весы смотрите положил туда креветки и крабы взвесил а у меня лук килограмм а вот это куры от нюры 85 крон курочка гриль она здесь горячая прям тепленькая вот на ней цена пахнет ароматно а здесь вот холодильничек с разной рыбкой не знаю что это за рыбка такая пятнистая или форель или щука не знаю это нужно переводить вот разные упаковочки тут белая рыба а здесь красная вот такие стейки можно купить вот 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 тушки целые смотрите животы не распанаханы можно найти девочку с икрой да и кстати да а видишь икра нарисована значит она вся с икрой вон видишь на этикетке может я заблуждаюсь а кто кто знает если вот такая штучка как будто икра это икра внутри я думаю да пишите в комментариях я думаю да а сколько она стоит 145 крон за килограмм в общем разные стейки а в ней 2 800 2 500 2 400 в общем ту которую мы уже готовы покупаем она конечно же дешевле 128 за килограмм и не надо ни солить ни ничего а смотрите какие сосисочки вот такая цена по 37 разные вкусы наверное как охотничья маленькая вот мы вам показывали в обзоре орешки вчера по моему вот эти если я не ошибаюсь смотрите цена 31 40 а мы взяли по 11 крон там по моему 250 был вес тут 360 нет вес другой по моему там 250 чуть-чуть другая упаковка вот такой сок яблачные 1270 и вот такой апельсиновый 1490 взяли попробуем все ребятки мы выходим и тут вот увидела аморились 30 крон скоро будет расцветать неизвестно какой цвет но все вот видите с цветоносами и смотрите какие одуванчики все вот такой магазинчик экстра спасибо что вы с нами поддержите нас а мы идем домой идем дальше и видите елочка елочка готова да это детство нам 100 лет на двоих и 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 Давай, Артур труханет Подожди Снегопад Класс На спине столько снега Вот что называется снегопад Все, друзья, пошли мы домой Спасибо, что этот день были с нами Поддерживайте нас Спасибо за ваши комментарии Всем мира, добра, здоровья, счастья, удачи Пусть в ваших домах звучит только смех Все, пока-пока Маши, пока